так дорогие друзья рад вас всех приветствовать сегодня у нас видео про заминку разминку восстановление лечебная физкультура легкая растяжка покажу вам один из комплексов расскажу все какие-то основные нюансы и для начала для чего собственно все это используется и где это применимо в каком-то усеченном формате это можно делать до и после тренировки до тренировки буквально там пять минут плюс какие-то легкие вспомогательные разогревающие упражнения допустим хотите подтягиваться там делайте подтягивания стоя ногами на земле плюс используйте то что сейчас покажу в очень таком коротком формате и после тренировки тоже минут там 5 на 7 то есть это будет отлично и разминкой и заминкой в отдельные же тренировочные дни можно использовать полный комплекс который сейчас покажу да то есть там минут на 20 на 30 он я покажу понятно не на 20 30 минут чуть более усеченном формате но соответственно в процессе выполнения самостоятельного да просто все что я делаю эти умножаю там на 2 там на 3 по времени там либо в количестве повторений тогда будет все в порядке также скажу что это не какой-то там универсальный единый комплекс не шаг влево не шаг вправо у меня в принципе он всегда плюс минус там немножко отличается если вы там какие-то упражнения местами поменяете в этом не будет ничего какого-то особо критичного да если вы будете использовать что-то дополнительное или что-то уберете из того что я делаю тоже в этом нет ничего критично я сам там что-то делаю и сейчас когда буду делать нет нет там что-то забываю или что-то наоборот в процессе памяти всплывает или в зависимости да каких-то частных текущих настоящий момент проблем зажатости еще чего-то можно делать какие-то дополнительные аспекты но это вся такая водная информация собственно одевайтесь комфортно вот у меня есть такой наборчик небольшой да это очень легкая не упругая тренировочная резина это мфр мячик вот такой да и это мфр ролик все это вместе стоит рублей 1000 ну и коврик 1000 рублей стоит я думаю 2000 рублей каждый из вас может себе позволить прикупить это очень классно для нашего комплексного восстановления это такой прям базовый необходимый инвентарь но в принципе конечно можно и без вот этого всего обойтись можно вообще просто на полу дома делать и будет тоже окей так давайте начнем собственно я снимаю обувь начиная с мячика изначально просто раскатываю круговыми движениями ступни если где-то чувствуете да что мы особо болючая какая-то точка можно на ней но не так чтобы прям сильно давить умеренно немножко постоять подержать и так на одну ногу сделали я напоминаю да что я в каком достаточно усеченного формате делаю и сделали на вторую ногу после чего берете мячиком можно раскатать наши кисти да заодно идет круговое вращение нашей ротаторные маншеты там легенькая до локтя раскатываете круговыми движениями все мышечные группы двуглавую мышцу там условно все до чего можете дотянуться трицепс раскатываете так делаете на каждую мышечную группу также можно таким же образом плавно раскатать наши ноги я также кстати вот сегодня просто не взял могу использовать от и могу что не брал не обязательно от и могу чего фиг откуда с такой фирмы там плюс-минус кофе главное не совсем паль брать перкуссионный пистолет массажный пистолет прикольная тема мы в общем так потихонечку потихонечку раскатываете все мышечные группы так процессе в любом случае немножечко двигаетесь уже становится получше далее начинаем базовую суставную разминку начинаю круговые вращения делать кистями потом просто сгибаю разгибаю под разными углами далее начинаю делать круговые вращения локтевом суставе дело в одну сторону там какое-то количество раз другую сторону какое-то количество раз а потом вот такую штуку то есть это не круговое вращение как бы поочередное попеременная вверх-вниз друг перед другом выносим руки далее руки ставим стороны натягиваем кисти на себя делаем такие по малому кругу круговые вращения там допустим 8 раз в одну сторону сразу же 8 раз другую сторону потом более большая мплитуда руки все еще прямые 8 раз в одну там допустим 8 другую и полностью прямыми руками также делаем там 5 там 6 10 полных вращений в одну и другую сторону далее можно поставить ноги чуть шире проворачиваем корпус немножко ноги подворачиваем одновременно округляем спину подбородок немного прижимаем и работаем таким вот образом в сторону сделали после чего продолжаем ноги чуть шире поставили подогнули нас уводим назад подбородок прижали лопатки округлили потом руки в сторону развели на выдохе опять и опять руки в сторону развели и на выдохе опять сделали далее можно сделать легенькие рывки руками тоже там по 5-6 раз на каждую руку и то же самое и руками в сторону после чего ноги поставили чуть шире начинаем делать эту своеобразную мельницу с каждым разом немножечко немножечко ниже опускаемся 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 полностью разгибаемся и вновь тоже так делаем какое-то количество раз после сразу же обращаем внимание что у меня мой верх тела фактически полностью стоит на месте а ноги фактически полностью прямые делаем круговые вращения стараемся так достаточно амплитудно без резких движений но при этом довольно плавно несколько раз в одну сторону несколько раз другую сторону особый акцент на то чтобы вращать именно тазобедренный сустав сделали стали на одну ногу вторую ногу натянули немного постояли на одной ноге перед собой растянули ягодицу опять поменяли ноги стали растянули одну ногу растянули ягодицы ноги поставили чуть шире теперь немножечко подсели одна нога прямая другая чуть под согнутая корпус немножко вперед наклонили разогнулись и в другую сторону и так какое-то количество раз но естественно что подсели плавно вообще в идеале как это делается плавненько подсели расслабили ногу чуть потянули вверх ушли и опять сделали стали прямо и седаем полностью оттягиваем наши колени прямыми руками можно даже рука в руку опереться чтобы более интенсивно растягивать далее кончиками пальцев касаемся земли ну или как там ваша гибкость позволяет вновь возвращаемся кстати отмечу что комплекс он не направлен на то чтобы там куда-то там очень растяжки шпагат нет просто собрал какие-то комфортные упражнения которые дают базовую мобильность нам и которые дают возможность принципе держать тело в тонусе и быть целом функционально достаточно развитыми сделали далее я обычно беру вот легенькую резиночку начинаем работать с резиной разрывы резина над головой выполняем там допустим раз там 20 плавник там разрывы резины перед собой даже допустим раз 20 плавненько потом очень очень плавно медленно амплитудно начинаем делать провороты в одну другую сторону двумя руками допустим выполнили далее немножко разогреваю бицепсы делаю поочередно сгибание допустим там 10-15 раз потом начинаем что-то типа как вот апперкоты немножко работаем больше уже плечевой сустав чуть-чуть с ног сделали далее махи на плече резина очень важно чтобы было прям ну максимально не упругая прям вот супер легенькая то есть это что-то нужно чтобы вот мы буквально вот закачались чуть-чуть сделали далее обратно возвращаемся нашим ногам ноги поставили чуть шире плеч просто выполнили наклон вверх руки наклон вверх руки сделали ноги поставили вместе взялись за носочки и вот такой вот покачивание поделали в это время поделали ногу поставили одну вперед вторую назад отводим таз назад взяли за ногу постояли какое-то время ноги поменяли и опять какое-то время стоим отмечу что ну просто нужно попробовать все вот эти вот упражнения которые показываю я потом еще пару комплексов сниму покажу что действительно очень очень большой объем от этого всего и выбрать для себя вот что-то такое наиболее подходящее наиболее комфортно а далее что мы делаем допустим становимся в выпад обратите внимание на заднюю ногу мы не становимся такую позицию да мы не нас не на носке стоим а как плашмя немножко изначально встали одноименную руку взяли и вверх посмотрели постояли до какое-то время потом уже разноименную руку взяли также я почему говорю что если вы вот так вот будете делать сразу падать начнете ну скорее всего вот поэтому становимся именно я сказал так сделали да какое-то количество раз пример пониже уже до потели с этой позиции для также выполнять потом там допустим придерживайте колено да можно так немножечко легонько потянуться потом полностью сели опять же одноименной рукой взяли коснулись пятки постояли потом взяли как бы немножечко даем и вновь другую сторону наклонились опять коснулись пятки и то же самое делаем на вторую абсолютно не сложно самое главное еще процессе не забывайте дышать не забывайте расслабляться видите я не запыхиваюсь абсолютно то есть ну максимально комфортно все выполняется и желательно вот это вот то лицо тоже не делать потому что более неволе все равно тело начинает напрягаться ну потому что вы же привыкли до чисто качаться и вот такими лица и вот все там мужское мужицкие мужики тестостероновый тестостерон там мощь сила яйца и конечно в таком раскладе все время от таким лицом все время напряжены и если вы растяжку будете делать даже так вот напрягаться это вот не дышать это зажимать диафрагму ну там мало чего конечно растяните мало что хорошего получится а вот собственно сделали да там далее допустим садимся ноги под себя немножко назад ушли становимся в такую позицию вытянулись плечи вперед вывели растянули под рицепсом немножко плечи потянули ушли вниз растягиваем уже спину плечи немножечко прогнулись потом можно встать уйти как бы в нырок и прогнуться уже в поясничке в обратном порядке сделали обратно сели ушли вытелать стояли по это время можно уйти потом и сделать пару проворотов там поставить ноги пошире сделать пару проворотов еще далее ходим на пятую точку нашу ноги поставьте опять же широко и продолжаем делать проворот просто разворачиваем наши ступни плашмя в одну в другую сторону и потом добавляем еще проворот корпуса можно не отжиматься как бы вниз можно отжиматься смотрите как помочь мне больше так нравится без отжимания сделали какое-то время там до легли подняли ногу разноименной рукой взяли за колено оттянули в стороны подняли противоположную руку или ее стороны смотрим на нее и стараемся чтобы там коленка почти касалась или там касалась пола и плечо тоже чтоб осталось пола какое-то время там полежали встали в какую-нибудь складочку можно встать тоже какое-то время постояли кайфанули ноги поставили пошире то же самое сделали да там с ногами пошире тоже там взялись не надо там какие-то шпагаты тянуть там что-то вот это вот исполнять вообще эти шпагаты это хрень полная в плане функционалки здоровья тазобедренных суставов как бы великого смысла в этом нет далее можно выполнить что-то такое легенькое на закачку допустим там отжимание от пола с колен какое-то количество раз выполнять погонять кровь поделали завершение берем ролик выполняем раскаточку сильно далеко на поясничку не тянем ее плавно прокатываем да там все мышцы допустим там начали со спины потом внутреннюю сторону игры по центру внешнюю сторону одну ногу сделали вторую ногу сделали регулируем степень нагрузки вам не должно быть сильно больно можно потом сразу двумя руками как раз руки работают раскатали заднюю поверхность бедра тоже по такому же принципу внутреннюю внешнюю ушли на задницу немножко задницу прокатали одну ногу сделали самое на вторую ногу сделали я прям сколько говорил супер быстро показывает там все равно видео нифига не быстро выйдет так обычно минут там 30 плюс минус получается 40 можно там кардио добавить в конце так на чем я остановился так жопу я левую прокатал сделали там развернулись уже вот таким вот образом да прокатали бедра бедра сначала два там ушли ногу подняли по одному прокатали можно локально да там прокатывать если чувствуете где-то проблем например ротаторная манжетка плеча да там чувствуете что что-то не очень сели там на прокатали конкретную область где-то болит сильно ну или забито раз остановились в этой точке выдохнули посидели посидели надавили на нее но не слишком сильно расслабили должно стать полегче вот собственно вот таким вот образом выполняем может быть что-то забыл это в любом случае не страшно сам пересмотрю свое же видео посмотрю что я сделал сегодня ну так я честно говоря уже заминался недавно сделал тренировку второй раз так высеченном формате думаю это как минимум не вредно скорее всего это супер максимально полезно таком раскладе в общем пересмотрю что сам сделал и может быть потом еще парочку вариантов для вас сниму моим основным принципом было собрать комплексно да такие движения да такие упражнения чтобы они не парили мозг чтобы они давали нам хорошее восстановление хорошую заминку хорошую разминку ну прям конечно весь такой комплекс да не нужно делать именно в качестве заминки в качестве разминки да это общесуставная с резиночкой поработали вспомогательные упражнения может быть прям чуть-чуть там на валики прокатились прям чуть-чуть чтобы мышцы немножечко поняли чего от ней хотят вот прям такую большую там даже на 15 минут разбил делать не нужно тем более растяжку тем более прям полноценную прокатку даем фэр это массаж это все будет наоборот провоцировать вероятность травм да это будет делать ваши мышцы слабее суставы более подвижными и уязвимыми мне нужно вот для других целей да это более чем оптимально в принципе на сегодня все сами как обычно был повторный вид поставьте лайк подпишитесь на канал буду рад вновь видеть вас и будем на связи